вы видите это что это яблоки которые якобы отбракованы но они пойдут на семена я же не могу угощать такими хотя попробовать может вот а будет давать идемте сюда вот это было же я сказал что это жигулевские яблоки это жигулевские вот смотрите итак показываю трехлетний день вы за мной следили все эти годы вспоминайте три года назад я вот отсюда видите ямор или специально под отходы это под отходы да я принципиально ничего не это государство не даю ни денег не отходы все вот так то яме теперь значит одна тележка была высыпана счет пошел на секунды даже не минуты так было выкопано 1 1 абрикос привиты здесь был небольшой питомец но он уже выдавлен деревья растут вот значит и фотография была видели но вот на этой ямке сверху лежал небольшой саженец полтора метра дальше он был посажен ною еще несколько секунд полит вся это было принципиально заметьте результат показывать это было сделано принципиально показать что весь идиотизм заключается в ямах в огромных и в количествах элементов килограммов вместо миллиграммов заметьте чем разница между килограмм миллиграмм то есть тысячи 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 вот этот идиотизм от людей абсолютно невежественных и вот тогда я сделал принципиально ну пусть уже одной тележки было мало ну видите тут но здесь склон вот он склон видите то здесь нигде не задерживается уходит значит не приедет теперь посадил внимание прошел один год вот смотрите видите это и это была та самая обрезка на посадку вот как там в том фильме в том фильме резали да примерно и обрезал полную кроны но корни были голые вот то есть она была где-то вот вот до сюда прошел год смотрите поросла дала плохо потом в первый год голые корни она дала вот эту маленькую веточку вот эту веточку побольше и основной что дала почка вот эта ростовая пошла вверх а я вам посмотрите сколько у меня тут этих муравьев видели ну-ка найдите мне хоть одну тлюх давайте смотрим минутку смотрим дальше это муравьи это как называется охрана встает охрана так вот это основная ветка она дошла до сюда так вот дальше обрезка снова и теперь смотрите сколько веток почему потому что каждая ветка до четвертый год снова расползать то есть стало вот этими и на четвертый год я начал экспериментировать знаете что это за прививка это я забегая перед скажу это джумбокот сказали что будут плоды 150 200 грамм хотя если не обманули ну мечтать то не вредно я же не могу остановиться но это ладно вот и пошли мощные побеги смотрим итак на четвертый год внимание я отхожу не вот оттуда пошли а это скелетные ветки дают течение года вот эти вот а теперь отходим назад и считаем один метр второй метр два с половиной метра у одного два метра у другого и причем заметьте не полито ни разу так ни разу не опрыскана вообще это невозможно ну то есть невозможно представить мне приходится вот так делать смотреть то есть а кто поверит да а кто станет шутить богом и вот получилась такая штука деревья постарше вот это дерево оно было искалечено несколько раз последний сколько просто это специальная обрезка для того чтобы иметь много ветчик много-много видите здесь нет этому еще предстоит стать маточным а это академик а на нем джумбокот а если еще гены передадутся будет вместе 3 вот а вот это маточное дерево ему уже смотри сколько лет 7 вона основание уже несколько раз помирать собирался три года я сберу с нее ветки вот результат видно это все хорошо видно и до сих пор одно исполняет роль маточного дерева посадить карста как вот вот этом нет этому 6 или 7 вот можно считать но это долго так теперь смотрите пока запись идет пошли быстренько а то у меня скоро это зарядка кончится андрей или явно на это на душе не стоишь не ну слава богу все же еще приедут а то не знает пошли 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 так самые крупные яблоки он угощался но их уже совсем мало осталось это самая антоновка самое интересное да антоновка 400 граммовая антоновка обыкновенная слова так обыкновенно а мы какой тогда взяли то что я большой вам дал это 400 граммовая вот вот так делаются сады видите ленточки до 6 в разброс 6 остается навсегда остальные уже попроданы вот а почему так сидит не трогаем а значит корни не калечим максимально морской кости сессуальность выращивать на одном месте может потом вылечетесь сами на счете выращивать саженцы я буду только рад этому так колонавитка ну-ка последний вон они последний угощайтесь это я забыл это валюта или этот памяти нет надо бирку искать пойдемте дальше самая лучшая яблонька вы сами да кстати я вот эти вот пример привожу возмущаюсь страшно какого хрена отрезать ветки нижние да вот она ну ладно уже пожалеем ее еще кто-то обычно за двух видов ну давайте сейчас прямо с дерева попробуйте а вот они самые спелые и достаточно крупные на дереве уже осталась одна мелочь и то почти нет угощайтесь так и наконец пойдем вот смотрите уничтожил несколько абрикосов только ради того чтобы вот так посадить персики наметил пять горок 2 из них уже посадил видите вот это прямо вот моя работа сегодняшняя вчерашняя вот это я вынужден делать потому что больше земли для нас стране нет вот видите готовое место так ну и наконец на чем тут уже мало для гостей ну давайте еще вот сейчас сейчас побольше хочется удивить вот покрупнее вон они эти прячутся вот это нет твердая одна твердая то нас другой была это срослась да поэтому пятнышко так тут уже все обобрали вот здесь одна из лучших самых сладких космическая посмотрите что интересно да еще вчера этого не было вот главный дегустатор нет это это не оса а осы позже забирается а для них проход делают птицы видите запомните качество определяет птицы ничего жать найдут а это значит что это вот это высшая качество вот это вот космическая это я это злая также как память яковлева я с него сел памятью мы закажем на следующий год приедем за вот этими груш ну ладно грушами которые так еще вам покажу мраморную еще одна супер груша я сильно отстал с мраморными все руки не доходили вот теперь раздобыл дерево раздобыл дерево вот это тоже из большая лиги вот давайте аккуратно пустят так теперь чтобы еще угостить а пошли тут рядом у меня растет и даже плоды есть последние это розмарин а кстати и вот смотрите это нет это это у меня с этой стороны с этой стороны гляньте вы потрогали тогда ваша не твой главное потом скажите вкус налить и сюда вот вот смотрите сюда это я жду когда она упадет весит в этом году они мелкие вот вы поверите значит ваша она такая тут же как бывает я подскажу пока шли снимаю не падают у меня глаза это движение было не почему-то так такая связь с ними вот а вот это когда она упадет я вершину тут 350-400 она потянет а лучшие были до 600 это вот так держишь грушу когда два раза крупнее вот это попробуйте держите розмарин вот это вот чудо вот это тоже высшая лига я так называю сорта мировых стандартов вот но антону к уже ой да то так упробовали пойдем дальше это я каждый раз показываю результат неумеренные обрезки мне постоянно нужны нужны были веточки не держит это это страшная вещь потому что ну откуда golden dennis ну канада узнаешь в канаде манреаль на широте чего ну школьный курс тройка была по географии так вот манреаль это широта сочи и потом это чудо попадает в сибирь и у него начинаются муки держит все урожай дает вы знаете что она самый крупный 540 грамм вот но попробует только возьми черенки вот они а да вы то есть вы мне верите теперь да конечно вот смотрите ребята какие тут теперь верите ху я устал хвастаться вы знаете же это идет это самое клуб пришел их находчивых выступает клуб из одессы им задают провокационные вопросы вот не ответят что сделает художник если нарисует гениальную картину ответ если они примут критиков галерея он сам там повесится так вот вы теперь поняли если я если я один будут уходить по саду съесть что не могу и съем это вы знаете вот галерий константинович мне кажется я вас не в каком-то таком мне некогда уже собирать я уже собирал я их держу на балконе на семена вы понимаете это вопрос остался открытого еще тут есть немножко времени давайте так дело не на с вами дело в самой идее вот люди ахах подай семена ну я всегда подхожу осторожно если чек серьезно я я как с людьми разговариваю на уже знаете есть у человека высшее образование а если сельхоз я говорю вы ничего не изучали ну чек конечно вряд ли даже с дипломом сельхоз но на всякий случай гряда а ну тогда вы знаете а он антоновку так потом взял с нее привис привитой на дичке косточки семечки выросил и получил дички и тогда он взял и приговорил саму идею то есть надо тогда растить всегда не испорченную подвоем так вот и тогда получите эти самые а я так понимаю если ты не привез ты когда не получишь такие плоды и семечко вот это еще маленькие у него крупные разобрали вы же не первое вот а угощай оставлен уже на семена ну я все теперь давиться буду вы знаете тоже принцип угости а тогда это слава пойдет пойдем сядем ноги уже это ну им года три наверно вот такие ростом из косточки вот они материнскую вот эту линию как вы знаете вы несчастный человек если она все вам рассказывать значит я хотите но это как прикол выглядит если всерьез еще отвечать и самый короткий ответ неизвестно что получится когда начинаешь расшифровывать у дерева есть папа мама и вот это значит что папа допустим культурная мама менее культурная она надежная так после соития получается три косточки пойдут маму один папу тогда практически они выживут те три потому что она более выносливая пусть менее вкусная вот и тогда все слава богу только есть не захочешь а когда наоборот папа папа допустим супер культурный сорт вот но откуда у него морозостойкость когда это рецессивная гена они не повлияют на его приживаемости тоже себе увидите как я еще дальше хочу сейчас как менделев вспомнил и сразу убежите отсюда нет в общем получается так перевожу на нормальный язык если вы 12 кости посадите 3 из них могут быть нет 4 из них много дать вполне крупные плоды у меня же получилось так и у моих гостей у гостей нет учеников так таких случаев много на целая папка с такими этими а служа но еще раз говорю у них теплее и там бывает такое что когда дерево думает а в кого мне уродиться папу или маму там не теплее там шансов что вырастет культурная больше чем у меня вот у меня персики плоды 40 50 грамм бывает когда большой рожать 30 грамм а уже есть 60 78 90 и 100 у моих учеников 100 грамм так что это мелочь для персика это мелочь мне некоторые кто мои персики пробовал или видел хотя бы у них такое выражение лица по мелочь мелкие знаете все приговорили вот а вот ему вот этот персик подари косик 100 рублей стоит а саженец 2000 привитый вот это ему подари он это самое не подумает он самый счастливый человек на свете а вот пока у меня нету виноград зеленый сказал улица вот такие дела так ну чё еще больше вопросов нет да еще один вопрос значит когда-то я тоже вкусное яблочко типа знаете даже из магазина похоже на грушу и красивый на вид и вкусовые качества вкусные я посеялась и через много лет значит она дает маленький маленький вот то самое вот то самое у него папа мама и дедушка и ведь зараза чувствует где садишь вы куда забрались со своим этим каннском то ушел лучшее место не нашли вот этих словах мы закончим потому что уже все все равно истекла вот это до 20 минут